Последнее время среди некоторых автовладельцев актуальным считается вопрос о необходимости так называемой прошивки электронного блока управления машины. Проще говоря, это возможность изменить параметры работы двигателя без ремонтных работ. Чем могут обернуться такие вмешательства, попытаемся узнать у специалистов. По мере того заполнения рынка и как шла уже база опыта и наработки всех автомобилей, начали замечать, что некоторые автомобили имеют разницу в программном обеспечении. Коммерческий ход. Во многих вариантах оказывается, что разница мощности автомобиля только в изменении программного обеспечения. Специалисты говорят, так называемую прошивку не следует делать, если вы не знаете историю вашего автомобиля. В нашем регионе большинство машин пригоняют с внушительным пробегом, а изменять параметры на машине, у которой моторесурс на исходе, дело рискованное. Если говорить по сервисным мануалам, то 150 тысяч это замена топливной системы, 250 тысяч это замена турбины верхних, 300 тысяч это замена всех электронных компонентов в автомобиле. Много людей, много сервисов, которые начали заниматься перепрограммированием данного авто. Но вопрос двоякий. Есть проверенные программы, которые используются, то вашему автомобилю не наносится никакой вред. Если же у вас попадается программное обеспечение, то есть интернета скачал, поставил, просто изменяя, приходит к очень многим поломкам. Специалисты советуют обращаться по таким вопросам только к мастерам, которые возьмут на себя ответственность и дадут вам гарантию на проделанную работу. Страшного в перепрограммировании ничего нет. Я понимаю, что иногда приходят клиенты, которые хотят получить с этого автомобиля полную мощностные характеристики, которые есть. Ты заходишь туда и действительно изменяешь все топливные карты, угол, подача топлива, все мощностные характеристики, воздух, температура, нагревы. Но хозяин уже должен понимать, что если это дурное использование автомобиля, понятно, что моторесурс уходит, уходит и уходит. Если вы же используете стандартный вариант, просто отключение сажевого фильтра, отключение клапана и говорит, в вашем автомобиле ничего страшного не произойдет. Будьте внимательнее на дорогах, ни гвоздя, ни жезла вам. Будьте внимательнее на дорогах, ни гвоздя, ни гвоздя, ни гвоздя.